Ребята, всем привет! Сегодня будем пилить видосик. Короче, пронесли начистку блока Airbag от автомобиля Volvo XC60 2015 года выпуска. Блок у нас вот такой. Будем использовать громкальктул наш программатор. То есть, ну такой он в принципе видит небольшое. Ну, надеюсь, кому будет полезно и интересно. Ладно, ряд, погнали, будет интересно. Так, ребят, блок у нас разбирается в принципе легко. Отвертка еще у меня подразрядилась моя Bosch. На зарядке пока стоит, а блок надо сделать довольно срочно. Решил еще и видочек запилить. Так что ручками пока. Так, выкручиваем. На семи винтах нижняя коробочка. Так. Открутили у нас наш корпус. Уставим плату. Вот так она у нас выглядит. Это вот конденсатор у нас, который запасает запас энергии для раскрытия подушек, когда происходит выстрел ДТП. Вот. И у нас этот блок, ну это у нас вот драйвера Bosch, а вот это у нас процессор. То есть EPROM у нас по идее... Так, у нас по ходу EPROM... Да, вот он, H128. Он у нас находится вот под этим конденсатором. То есть нам, чтобы почистить крашек, нам нужно добраться до нашего EPROM. Я так подозреваю вот эти пятачки. Можно по точкам, но поскольку нет распиновки. Сейчас, конечно, глянем. ГРОМКАЛЬК, ГРОМКАЛЬК, может быть в ОРНЖЕ. У нас где-нибудь есть распиновка ТОМБЛОКА. Мы выбираем RBEG. Вольво 314. Нет, тут у нас по микросхеме тоже нету. Значит, будем добираться до нашей микросхемки в ручном режиме. Вот такие вот выводы. Удобно, чтобы не повреждать пистоны. Можно вот так вот слегка кусачками чуть-чуть поджимаем. Наша задача не откусить их, а именно чуть-чуть сплющиваем, чтобы их легче можно было тут достать. Ну и, соответственно, потом назад вставить. Вот, чуть-чуть поджали и подставляем лопатку. Тут надо точно аккуратно. Особо много места для маневра нету. Потому что там уже стоят электронные компоненты. И упереться там особо не в чем. Так, наша задача. Наша задача. Как-то поднять этот конденсатор. Вот, чуть-чуть поднадавили. Все, они вышли. И так же с этой стороны. Мы их когда немного осадили, да, вот эти штуки. Все. То есть он вот, в принципе, конечно, с усилием, но не с таким конским, если вот просто их тянуть. То есть аккуратно демонтировали конденсатор. И вот наш EPROM под ним находится. Так. У нас 95-128 EPROM. Соответственно, сейчас будем перепаивать ее на нашу панельку программатора. Я обычно, чтобы тоже не путаться, я обычно вот так вот, как вот она стоит, так же ее и запаиваю. Вот так делаю, чтобы удобнее пинцетом. О, пинцетиками я вот такими пользуюсь. Прям привык конкретно работать. Вот. Все. Паяли EPROM. И спаиваем его на нашу панельку. на нашу перепадную плату. Соблюдая цеполевку. Все. Все убрали. Лепой застыл. Еще плюс дополнительный по ножкам проходим сюда в общую контакцию. Так. Вот наш. Сел тоже, кто спрашивает. Вот я постоянно пользуюсь этой очисткой припоя. Ну, автоматическим. Конечно, на тоненьком жаль не очень удобно, но большой и нормально. Вот. Все. Подключаем наш громкальк в программатор. И. Сейчас. Так. Смотрите, ребят. выбираем программатор. Выбираем работу по дампу. Выбираем наш Volvo. И. У нас. Какой. У нас. П. 314. 0. 66. 37. П. 314. 66. 0. 66. 37. 95. 128. Все. Правильно. Выбираем. Так. Все. У нас. Микросхема подключена. Вот так на весь экран ее сделала. Все. Выбрали. Вот. Заголовок окна. Как раз с каким блоком мы работаем. И делаем чтение нашей микросхемки. Это она стирает в программаторе. Софт. Не микросхема. Ну, то есть подгружает с интернета. Вот. Учитывает память. Вычитала. Вольво. Нажимаем. Обязательно. Сравнить. Все. Четко. У нас. Теперь. Есть. Родной дамп. Мы. Теперь. Делаем. Сразу. Че. Я. Сразу. Сохраню себе. Для коллекции. Вольво. 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 Сдаем. Папчику. Икси. 50. 2015 год. И название блока сразу. 314. 0. 66. 37. Заходим. И у нас. 25. 128. Краш. Так. Сохраняем. Сохранили. Теперь. Наша задача. Проверить дамп. Проверяем. Эккулятор определяет. Что у нас есть краш. Спрашивает. Нас. Вы хотите его. Почистить. Ну. Почистить. Да. Дамп очищен. Сразу же. Обязательно. Сохраняем. его все для коллекции. Клиер. Сохраненный. И записываем его в микросхему. Записываем. Вот. Идет запись микросхемы. Записал. Теперь. Обязательно. Делаем. Сравнение. С буфером в микросхеме. Все. В принципе. Все. Работа выполнена. Можно. Закрывать. Программатор. Ну. И теперь. Наша задача. Собрать все это дело. Назад. Стоит. Тут. Она как-то стоит. Так. И впаиваем. Так. Берем. Шпен. Кладем нашу микросхемку. И запаиваем ее. Вот так и чуть-чуть потолкали. Чтобы помочь ей точно позиционироваться. Все. Платку переходную убираем. Добавляем еще немножко нашего ключика. и дополнительно пропаиваем паяльником. Чтобы наверняка. Так. Это сделали. Вытираем остатки флюса за собой. У нас получается две ножки на массе. питание. То есть у нас получается пять ножек. И у нас еще. Вот две точки. В микросхеме. Да. Это у нас выводы и тестовые. Так. Ну я потом наверное это для себя тоже разрисую. Все это делаем. Чтобы можно было внутрисхемно подпаяться. не отсоединяя конденсатор. Тогда в бусте наверно выложу. Постик сделаю. Для подписчиков в бусте. Чтобы можно было не снимая конденсатора. Подпаяться к этой микросхеме. Распиновочку потом там. Ищите там. Вот. Вот. Ну а так в принципе все ребят. Работа в принципе выполнена. Так ребят. Все. Собрали блок. Распиновочку я зарисовал. Так что будет если что она на бусте у меня выложена. Вот. Чтобы уже больше не разбирать. Единственно когда конденсатор. То есть собрал и я пропаял эти выводы. Потому что уже когда вот так пистончики отжали. Они уже потом плохо держатся. Могут случайно выпасть там. Или еще что-то от тряски. Поэтому чтобы наверняка держалась. Это конечно добавит если что-то вдруг повторно. Чистить краш проблем. Там надо будет выпаять все это дело. Ну опять же есть технологии. Там все это можно сделать. Вот. Тем более в принципе есть внутрисхемная распиновочка. Вот. Можно то есть к ней будет подключаться без вопросов. Так. Не поднимает конденсатор. Вот такой вот интересный блочок. В принципе. Я конечно чистил уже такие. Но. Но чтобы конденсатор отсоединять. Такого еще не приходилось мне на них делать. Вот. Хотя. Что-то я вам по-моему гоню. По-моему у меня уже даже видео на канале есть. Мы по-моему уже такой кондер отсоединяли. На таком блоке. Но могу ошибаться. Вот. Все ребят. Ладно. Надеюсь видео было полезно. Вот. Если кому-то нужна будет распиновка вот именно по этому блоку. в бусте. И я постик запилю с этой подключкой. Для внутрисхемной вычетки этой промо и записи. Ладно. Всем мир и всем добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok